Он сорвался с 10 метров, ночью причем, и чтобы никак не подставить начальника, он хромой убежал с места происшествия. Сейчас учишь людей, ты говорил, что там корки можно купить прям по интернету. Какая статистика реальная по падению? Дальше выбегает его жена, хватает его за семейные трусы, вот так вот держит на резинке. Надежда есть? Да, конечно, есть. Буанас Диас, комрады, с вами майор. И мы сейчас продолжаем беседу с рабочими. У нас в студии Дмитрий. Дмитрий, здравствуй. Дмитрий, вот я выразить твою профессию не смогу просто так, да? Для меня это смесь скалолазов, там, железобетончиков и тех, кто ползает по крышам ТЭЦ. Как она правильно называется? Ну, я на самом деле хочу, наверное, после съемок уточнить. Возможно, этой профессии опять нет. То эта профессия есть в реестре, то она исчезает. Но мы называемся промышленные альпинисты. Как-то работали на одном автозаводе, к нам подошел инженер ПТБ, сказал, я вас знаю, вы строительные скалолазы. Да не бывает строительных скалолазов. Неправда, я все видел на первом канале. Вы есть и вы строительные скалолазы. Ну, скажи, это профессия откуда появилась? От того, что людям захотелось, знаешь, вот это, есть храмокасси, там, который лазит, прыгает по крышам? Ну, да, да. Ямокасси или как их там? Искусство побега от полицейских французских. Это отсюда пошло или это профессия все-таки пошла? Это уж нужно кому-то что-то? Ну, если немножко окунуться в историю, то, в принципе, первым промышленным альпинистом можно считать Петра Телушкина. Это человек, который смог подняться на шпиль Петропавловской крепости и починить вертлюжную систему, чтобы ангел опять мог поворачиваться. Но изначально, в принципе, профессия пришла из моря. Ну, потому что, грубо говоря, моряк списывается на берег. Надо какую-нибудь церковь покрасить, надо куда-то залезть, починить что-нибудь, ну, по крышам и так далее. Но если отойти немножко от каких-то исторических параллелей, то профессия возникла в Советском Союзе перед войной, потому что у нас активно развивалось скалолазание, развивался альпинизм, причем скалолазание у нас развивалось именно в категории скорость. То есть, как бы, стали наинтересовались скоростные забеги с патронами наверх, чтобы занять доминирующую высоту, скажем так. А если серьезно, то получается, что страна росла, дома как бы вырастали из сараев в многоэтажки, появлялись те же самые ТЭЦ, о которых ты сказал. Это все нужно было обслуживать, нужно было делать. Да, были монтажники-высотники, как вот в том фильме «Высота». Кстати, очень хороший фильм. В принципе, с тех пор мало что изменилось в плане там полетов, вот, коварства, любви и всего остального. А так получается, что профессия возникла в Советском Союзе. Как правило, люди из технических вузов, ну, каждый большой университет имел свои большие спортивные кафедры. Если была кафедра альпинизма, скалолазания, она объединяла людей с разных факультетов. И так часто получалось, что студенты попутно еще работали летом. Например, там поехали куда-нибудь на ТЭЦ, сделали там обследование трубы, сделали какую-то покраску, еще какую-то работу. Ну, просто вот есть 100-метровая труба, на нее строить листа невозможно. Монтажник-высотник – это тот, кто строит непосредственно, основываясь на вышках, основываясь на лесах строительных и так далее. Правильно? Промышленный альпинизм сейчас – это вообще способ доступа. То есть это как права. Я сейчас про монтажников-высотников говорю. Про монтажников-высотников? Это тот, кто строит. Изначально, да, это человек, который строит, который просто поднимается на металлоконструкции, принимает краном новый металл. Все это дело скручивает на болты, как бы, ну и так далее, и до бесконечности. А вот те, кто дорабатывает там, красит, что-то исправляет уже после пресечения времени, да, используя скалолазное оборудование, грубо говоря, если я правильно понимаю, да, то это уже как раз промышленный альпинист. Тут нет четкой градации, потому что я в своей жизни могу сказать, что я и красил из аппарата, мы красили там 100-метровую, 50-метровую трубу. У меня было, что я такую же 100-метровую трубу собирал. То есть в настоящий момент промышленные альпинисты – это люди, которые занимаются всем. Но у меня есть специализация, то есть я сейчас не крашу, я сейчас не занимаюсь герметизацией, я занимаюсь монтажами, обследованием. Есть люди, которые вот он начал красить, и он красит, ему больше ничего не надо. И такой четкой градации, что вот у тебя, грубо говоря, допуск только на эти работы, у меня на те, его нет. Но в Советском Союзе люди занимались просто всем, причем оборудование было все самодельное. То есть ты учишься, например, на факультете обработки металлодавлением, ты тупо знаешь, какая сталь нужна, чтобы у тебя это все как бы не было распилено через 2 недели. Люди сами придумывали, сами проектировали. Меня даже мой старый начальник рассказывал, как он в школе украл занавески, из них сшил себе жилетку пуховую, где-то еще сходил на рынок, взял этого пуха, все это дело выбил. Просто была очень хорошая ткань. Ничего не было, и люди делали, либо то, что они где-то увидели у приехавших там западных скалолазов в Крыму, туда иногда пускали людей. Вот, либо люди проектировали сами, полностью как бы основываясь на своем опыте. Сейчас все можно купить. В работе, как я понимаю, она достаточно, во-первых, местами вредная, потому что приходится красить, да, а вообще есть высокая опасность падения. Часто случаются подобные случаи? Вообще, насколько опасная работа? Довольно опасная работа, и дело не только в покраске. Например, если заниматься демонтажом, там пыли будет гораздо больше. Есть ребята, которые, например, очень много занимаются стекломоем. Казалось бы, ну, тупейшая работа с виду. Это люди, которые, ну, не имеют представления из себя. Я дома окна помыл, ничего страшного. Но при этом, если окна уже с сильным загрязнением, моют кислотами, моют щелочами. Это все может происходить на ветровом. В Алма-Ате был случай, когда люди мыли здание, поднялся очень сильный ветер. Грубо говоря, их всех скрутило в один такой жгут и просто било об стены. Все люди померли, там у них головы потом треугольные были. В общем, ну, просто ничего хорошего. Работа опасная. У нас по городу есть официальная статистика из серии, там, 2-3 человека. И есть неофициальная статистика. Особенно зимой опасно, потому что очень много ребят работает на кровлях, сбрасывают наледь, очищают все это от снега, чтобы это, ну, элементарно, чтобы все это не падало людям на голову. Крыши старые, местами не оборудованные, совершенно не приспособленные для обслуживания. Искатываются из крыши. Да, такое было, у меня даже у знакомых было. Причем меня мой коллега очень сильно порадовал. То есть он сорвался с 10 метров, ночью причем. И чтобы никак не подставить начальника, он хромой убежал с места происшествия. У тебя, у самого, были друзья, которые падали? Да, у меня есть, были, как бы, друзья, которые остались в горах. Есть друзья, которые получили увечья при проведении высотных работ. Один друг у меня погиб при проведении высотных работ. Вот, да, ну, как бы, как у нас, нам говорят, смерть в порядке вещей. Но те же самые скайдайверы, парашютисты, у них гораздо больше историй на эту тему. Ну, видишь, одно дело, когда человек сознательно идет на риск ради отдыха, да. А другое дело, когда это связано с тем, что тебе нужно заработать денег на жизнь. Я с тобой полностью соглашусь. То есть здесь дело не в том, чтобы получить удовольствие. А здесь дело, ну, в выживании, можно сказать. То есть я этой работой занимаюсь, чтобы, ну, содержать свою семью, скажем так. У меня в связи с этим сразу такой вопрос. Если бы у тебя была возможность не работать, не заниматься промышленным альпинизмом, чем бы ты занялся? Это хороший вопрос. Я его себе иногда задаю. Но учитывая, что у меня дед был монтажником, высотником, мать довольно-таки продолжительное время отработала на башенном кране, я думаю, что это просто в крови. Это в любом случае было бы связано с какими-то вертикальными дисциплинами. Здесь же все очень просто. Нормальные люди живут нормально, ненормальные – ненормально. Как только ты понимаешь, что ты ненормальный, и ты не будешь торговать чехлами для мобильных телефонов, ну, значит, нет. Значит, у тебя другой путь. Твоя профессия тебе нравится. Да, и это на самом деле очень важный вопрос. Потому что то, что я вижу среди коллег, люди скрывают, что они работают на стройке. Ты не можешь девушке сказать, что ты работаешь арматурщиком. Ты не можешь сказать девушке, что ты работаешь сварщиком или автомехаником. Господи, что в этом плохого? Ты тупо каждый день делаешь эту жизнь, этот мир лучше. Вот ты пришел, отработал. Да, ты поработал руками. Да, они грязные. Но в итоге что-то хорошее стало. Мир стал лучше. Да, ты не привозишь какой-нибудь шлак с Алиэкспресса. Да, ты не торгуешь каким-нибудь барахлом, который ты у кого-то где-то перекупил. На Авито. Но это тоже работа. И, например, когда я работал в Германии, мне очень понравилось. То, что люди приходят в магазин спецодежды. Он трехэтажный. И человек покупает себе трое рабочих шортов. Просто потому, что он хочет ходить на работу чистым каждый день. И потому, что он не скрывает. Иногда эти люди едут домой в рабочей одежде. И никто не говорит, что там, о, вот он грязный, пролетарий, что-то еще. Но надо себя просто принять. Потому что это твое естество. Это уже не временная работа. Если я этим занимаюсь в 15 лет, ну, наверное, уже выбор сделан и поздно уже. Ну, помнишь, да, слова. Ему неловко, что на него спецовка. Вот теперь буду знать. Это из песни Павла Воли. Ну, вот у нас много профессий, которые люди, к сожалению, боятся признаваться, что они этим занимаются. У нас общество настолько пропиталось ценностями, которые идут к нам, что если ты успешный, хороший, ходишь в костюме, работаешь в офисе, пусть у тебя зарплата будет 10 тысяч. Но ты лучше, чем автослесарь какой-нибудь. Да, есть такая проблема. Была такая история, я как-то работал в довольно большом строительном холдинге, на корпоратив не пошел, потому что, ну, ничего хорошего он не предвещал. А там как раз такой менеджер подошел к двум стропольщикам, вот так и хопнул, говорит, ну что, быдло, хотите с элитой выпить? Ну, естественно, все это закончилось дракой, как бы с элитой они не выпили. Я тебе расскажу один случай, буквально этой зимой у меня друг есть, он как бы сам такой работящий, у него, он работает, управляет заводом, узлом бетоном, где производят бетон. Но он сам, он тут с рабочих, он бьется за рабочих, и он приходит, значит, его начальство имело неосторожность позвать его на корпоратив, а он еще высокий, у него метр девяносто с чем-то рост, он сам такой, как медведь, плюс он еще долго занимался единоборствами, ну, после... Это прекрасный комплект, чтобы идти на корпоративе, так, после какой-то стопки, кто-то имел неосторожность, что-то ему сказать, ну, одному он сломал руку, другому сломал нос, и он ушел с корпоратива, да, поэтому, поаккуратнее надо на корпоративах со спесью. Ну, у меня старый директор говорил, что я не буду устраивать корпоратив, потому что я просто половину из вас уволю. Потому что человек давно, давно работает и знает, что демоны в этот день из людей выходят. Дим, у нас сейчас в образовании, вот вообще в образовании, да, как вспомнишь, какой ты менеджер, ты боишься в больнице учиться, что сейчас вот с промышленным, то есть, как сейчас учить людей, ты говорил, что там корки можно купить прям по этому, по интернету. Ну, это то, что мне предложили, ну, там еще предлагают Виагру, купившись из старских часов, я думаю, что можно все купить, все три предложения, по-любому очень хорошие, нужно пользоваться. Если серьезно, раньше этой профессии не учили вообще. То есть, был какой-нибудь спортсмен, скалолаз, альпинист или спелеолог, причем наша техника передвижения на веревках, она ближе всего к спелеологии, как бы это странно ни звучало. Ну, мы не промышленные спелеологи, так вышли. Вот, соответственно, раньше просто человек брал и трансформировал свои спортивные навыки, такая конверсия военных технологий, и уже, собственно, все это использовал в мирных целях. То есть, впоследствии появились учебные комбинаты. Изначально это были просто какие-то, ну, маленькие организации, там у них там потолок 3 метра, и вот человек в этом маленьком кабинете пытается что-то сдать. Потом он получает удостоверение, выходит на свой первый проект, там у тебя дом 60 метров высоты, и ты плохо представляешь, что с тобой происходит. Но, сейчас уже появляются учебные базы, но то, что меня, честно говоря, очень сильно расстраивает, обучение занимает 5 дней, включая экзамен, и считается, что этого достаточно. Ну, это как получить права, то есть, ты права получил, но умение вводить ты не получил, оно приходит только с практикой. В моем понимании обучение должно занимать гораздо больше времени. Ты, как человек, который непосредственно этим занимаешься, считаешь, что если ты обучаешься профессии, где есть риск твоей жизни, как минимум, надо учиться не 5 дней? Ну, безусловно так, потому что человека на повара сколько лет учит, на сварщика учит, а тут пришел, покатался карабинами, пощелкал, вот, пожалуйста, ты уже такой высотник. Нет, я на самом деле хорошо к коллегам отношусь, потому что я тоже был молодым специалистом, мне тоже говорили, нафига ты сюда пришел, здесь вот уже столько старых голодных людей. Вот, но, по большому счету, мне кажется, что обучение должно занимать гораздо больше времени. Даже у моего коллеги был случай, он приходит на переаттестацию, а там сидит его подсобник, который ему трубы привязывал. Он говорит, ну, что это такое, ну, чему он научит, чему он научит, если он сам работал, как бы, подсобником, работал подсобником, потом в этой сфере отработал год, потом внезапно стал инструктором. Ну, мне кажется, что это абсолютно неправильно, потому что, да, это непростая работа и за 5 дней тебя могут научить азам, но, если мы говорим о совершенствовании навыков, и мы говорим о том, что отрасль должна развиваться, параллельно с этим должно, как бы, развиваться и обучение, и качество этого обучения. Причем, кстати, вот в 90-е это было у людей гораздо хуже, то есть человек, который хотел стать промальпинистом, это был целый квест. Нужно было найти промальпинистов, прийти к ним, нужно было работать там, как в этих фильмах про ушу, то есть нужно было быть учеником, заниматься самой грязной работой, чтобы потом сенсей наконец-то тебя вывесил. Ну, мне повезло, я эту как бы негативную стадию миновал, но люди, которые шли вот так в работу, они заслуживают особого уважения, потому что там еще были какие-то обряды посвящения, там ты висишь, тебе веревки завязали, ты никуда не можешь ни слезть, ни залезть, потому что, ну, старое снаряжение не имело таких опций, там просто перебрали за веревки по всему фасаду, как-то катали. Ну, были разные веселые истории, но если серьезно, то обучение должно быть более серьезным, и торговать корками через интернет, это непорядочно, потому что происходит трагедия, и будет как в фильме «Высота», то он сам полез, я вообще не знаю, меня здесь не было. Опять же, если вернуться к Советскому Союзу, мы можем посмотреть, что было в сфере альпинизма. Люди пошли на гору, их повел инструктор, плохо провел свою работу, плохо отучил, трагедия, все, инструктор расшивается, он лишается званий, он уже не мастер спорта, он лишается должности инструктора, и после этого по всему Союзу, по всем альплагерям эту ситуацию рассматривают, что вот люди сделали вот эти и вот эти ошибки, и это привезло к такому летальному исходу. Соответственно, вы должны контролировать себя еще и вот по этим пунктам, и это единая статистика, не как у нас сейчас, что из серии «Вот, парень разбился и…» А что это вообще тяжело? Что? Да, плохо разбился, плохо, ну ладно. Даже как бы не так, я вот то, что сейчас смотрел в мессенджерах, разбился парень, у него осталось двое детей, по-моему, ему просто веревки порезало, то есть он не использовал защиту веревки, он как бы просто разбился, так бывает. Что вот раньше писали люди, 10 лет назад люди писали «Скиньте карточку, куда приехать, могу сдать кровь, денег нет», ну условно, да. Что сейчас пишут? «Слава богу, что разбился, жалко детей оставил, одним конкурентом меньше», то есть получается какие-то совершенно вот как бы парли пел «Крысиные бега», ну как так? Это умер человек, у него были дети, у него осталась жена. От того, что человек разбился в Подмосковье, тебе в Ленинграде вообще от этого никак не может быть лучше, чему радоваться, это твой коллега. Любой, в принципе, начинающий промышленный альпинист, а какой-нибудь парень, который приехал из Украины, Беларуси, он такой же промальп, как и я, у меня не может быть к нему негатива, потому что мы с ним делаем одно и то же, должна быть солидарность, сейчас она куда-то исчезает, ну вот, как-то так. Причина. Ну, поэтому, мне кажется, что развитие профсоюза может немножко сгладить эти негативные моменты, потому что это элементарно, какие-то совместные мероприятия, плюс обмен информацией, улучшение обучения. Ну, вообще, когда существует коллектив, когда люди с другом работают, когда взаимодействуют, это улучшает вообще, в принципе, да, то есть нельзя просто собрать коллектив, чтобы они друг-другу сидели рассказывали анекдоты, они должны заниматься совместной деятельностью, тогда они друг-другу лучше понимают. Совершенно верно. То есть вот от того, что кто-то опять сходит с гитарой и пивом в баню, ну, в сфере ничего в лучшую сторону не изменится, максимум просто будет висеть объявление, что сюда не пускать промальпу. Вот мне интересно, с девчонками, ты вот когда встречаешь общение, у тебя движена? Ну, у меня девушка есть. Девушка есть. А вот когда ты с девчонками знакомишься, общаешься, ну вот раньше, за 15 лет у тебя была не та девчонка, которая сейчас... Расскажите о себе в двух словах, всякое бывало. Ну, раньше эта профессия вызывала какой-то восторг, а потом, когда у нас было несколько снежных зим, и очень много ребят стали заниматься именно сбросом наледи, там такой, а вот у меня там на папину машину упала сосудка, я говорю, ну, конечно, это же я приехал на Московский проспект, узнал, где машина твоего папы, залез наверх, и как только он заходил, я тут же это сосудку сбросил. А там как же водить девчонок на кашу, было такое? Ну, конечно, было, но, как бы, честно говоря, в нерабочей обстановке-то все гораздо интереснее. Вот. В хорошей компании? Под хороший разговор, под хорошее вино. Вот. А так, ну, у меня девушка гордится мной, и это на самом деле очень важно, потому что, когда я что-то только начинал, мне мой учитель сказал, что если твоей девушке не нравится, что ты про мальп, нафиг такую девушку. Ну, потому что просто не получится, тебе постоянно будут по мозгам ездить, что вот, надо было торговать горошком, надо было становиться мерчендайзером, надо делать еще какую-то шелуху. Ну, мне кажется, что если человек не разделяет твоих взглядов... А вообще, вот, поддержка, часто встречаешь поддержку, что, ну, вот, среди, там, родственников? Ну, у меня такая семья, что все понимают, чем я занимаюсь. Я же говорю, у меня и дед занимался высотными работами, и мать на кране работала. То есть, у нас как-то в семье с высотой очень хорошо изначально, вот, но у меня, например, у друга было, что он скрывал год, наверное. Это не мой рюкзак, это просто ребята там попросили положить эти веревки. У меня есть друг, у него дядя электрик, два дяди электрика, бабушка электрик, мама электрик, дед электрик, вся семья электрик. На самом деле, круто, это получается рабочая династия. Да, причем дед у него строил атомные станции, бабушка их проектировала, ТЭЦ, да, то есть, у них вот вся семья... С одной стороны, это круто, а с другой стороны, например, когда я учился в медшколе, у меня была одноклассница, которая вообще терпеть не могла медицину, но папа хирург, мама старшая медсестра, познакомились в операционной, старший брат уже режет, а ты даже не можешь медшколу закончить. То есть, ты, с одной стороны, уже находясь в такой семье, знаешь, что тебе делать, при выборе профессии, а с другой стороны, ты находишься в плену. Часто какие-то советы поступали? Нет, нет, у нас так не принято, тем более сейчас очень быстро растет уровень снаряжения, уровень оборудования, поэтому, ну, старые советы, ты как знаешь, вот старики меня как-то учили, ну, бывает, что встречаешься, как бы, с людьми, которые уже лет 30 отработали, и у них раньше была традиция, после каждого свесла, ну, то есть, каждый спуск на веревках они выдивали по банке, то есть, уже к этому спуску он уже ползает, к этому свеслу, но это так, это скорее шутка, а так нет, у нас вообще не принято делиться, ну, у нас нет такого учебника, ну, была книга Мартынова давно-давно, но сейчас нет такой книги, чтобы человек взял и полностью описал, потому что есть правила, и любое, ну, какие правила, пиратские кодексы, и любое разночтение, оно, как бы, ну, не очень хорошо сказывается. Вот по оборудованию нету такого фетишизма, да, нет, или, наверное, нет такого, знаешь, у меня просто всегда, я очень просто подхожу к вещам, если ты можешь с палкой и леской, и с крючком из гвоздя поймать ребу, ты сможешь с любым оборудованием это сделать, с любой удочкой. Такое было, такое было. Вот, а многие у нас как делают, то есть, если я хочу пойти на рыбалку, значит, мне нужно купить удочку с двадцаткой, катушку. У меня есть такой друг, у него пять спиннингов, у него все эти воблеры, у него уже вот пошел фетишизм в сторону аксессуаров. А вот в альпинизме есть такое? Ну, про альпинизм я не скажу, а в промышленном альпинизме, сейчас в основном ребята хотят сэкономить, но у меня была такая ситуация, что я как раз вот обновил комплект, приехал работать, встретил там старого мастера, он мне стал говорить, вот, вы молодежь, ничего не умеете, я говорю, все, давай, снимай свое барахло, держи мое, я взял его оборудование, самодельное, что-то там уже перебитое, убитое, я сделал семь спусков рабочих, я говорю, я знаю старую школу, я ее уважаю, я могу работать на любом, я могу на одном карабине там спуститься на ручке топора, но не нужно этого, потому что, ну, например, УАЗик, это очень хорошая машина, но она хороша именно для леса, именно для пригорода, а в городе, наверное, нет. Самое дорогое оборудование, какое у альпинизме? Промышленный. Сколько стоит твой набор? Ну, сейчас, если посмотреть, вот буквально в прошлом году, в позапрошлом году я помогал коллеге сформировать полностью комплект, который бы подошел под его цели, это обошлось где-то в 1150, это был неполный комплект, а так, в среднем, ну, хороший комплект стоит, ну, порядка 200 тысяч, плюс-минус. Это только снаряжение, не считая инструмента, одежды и чего-то еще. Ну, понятно, это для того, чтобы совершить... Но это уже потому, что я давно работаю, и я уже знаю, что мне нужно. Можно гораздо дешевле, можно даже что-нибудь китайское, из фольги и лыжных палок. У тебя, у тебя же нет постоянного коллектива, да, в котором ты находишься? У тебя, я так понимаю, все-таки частные заказы в основном, то есть какие-то направленные сделать тот или тот, или наоборот, или все-таки какой-то вот коллектив есть? Как устроена твоя, твоя организация работает? Ну, конкретно в моей отрасли, изначально я работал с друзьями, потом я устроился в одну компанию работать, в другую, в третью, ну, просто потому, что промышленного альпиниста, его крайне невыгодно постоянно держать в штате. Потому что сейчас закончилась высотная работа, ну, элементарно, люди, например, делают кровли, высотная часть закончилась, еще два месяца не будет никаких высотных объектов, обычные хорошие кровельщики прекрасно сделают работу, высотник здесь не нужен. Поэтому и получается, что, грубо говоря, я заключил договор, сделал проект, иду дальше. Но у меня были длительные контракты, у нас с коллегами было такое, что мы, например, год работали на Сочинской олимпиаде, то есть вполне такие долгоиграющие проекты. Сейчас я работаю как ИП, но у меня есть как бы тот коллектив, с которым я работаю больше 10 лет. Скажи, пожалуйста, у тебя есть какие-то социальные гарантии? Нет, у меня никаких социальных гарантий. Только то, что сам себе заработал, только то, что у тебя оборудование все свое? Да, естественно. Причем оно не дешевое. Инструменты, весь свое оборудование свое. Обучение, переобучение проходишь за свой счет. Ты абсолютно прав. Если ты упал, тебе никто не поможет. Ну, сейчас есть вариации на тему профсоюза, то есть люди хотят как-то объединить свои усилия. В Москве были попытки, как сделать кассу взаимопомощи. Ну, из серии все друг друга знают. Все, например, скинулись по 5000 рублей, ежемесячный пополняют эту кассу. Кто-то, один председатель этого фонда, имеет счет в банке в открытом доступе. Кто-то побился, ему потом Антонова что-то выдали. То, о чем ты говоришь, это взаимопомощь и самоорганизация. Это самоорганизация, не государственная структура. Они пробовали пойти на какой-то более дальше шаг. То есть не думали вообще об этом. Например, вы друг друга знаете, вы ставите условия контракта, такие, что изначально, если, когда подписывается договор, и этот пункт будет у всех, если подписывается договор, то вам обязаны будут в случае повреждения оплатить фирму, на которой выполните заказ. Нет, такого не было. Я помню, что когда я работал в одной из, ну, по нашим меркам, крупных компаний, то есть там в штате было порядка 10 высотников, там сделали договор коллективного страхования, причем потом с одним из ребят в нерабочее время случился инцидент, вот, и ему выплатили порядка 10% от обещанного по таблице. Ну, это лучше, чем ничего. Ну, да, это лучше, чем, что-то случилось не по работе. Да, вот сейчас вроде как есть попытка сформировать Всероссийский профсоюз промышленных альпинистов, но здесь очень важный момент, что хочется, чтобы все было по-честному, я поясню. Да, вот, окей, мы сделали профсоюз. Договорились. Мы договорились, у нас все хорошо, профсоюз стал разрастаться, появились новые члены, ну, естественно, понятно, что нужен юрист, который будет помогать с организацией работ, с тем, чтобы защищать интересы членов профсоюза. Да, формируется какой-то уставной фонд, а дальше начинается самое интересное. Кто-то из профсоюза повел себя бестактно, что-то украл, что-то выпил, что-то уронил, но он член профсоюза, и уже работодатель начинает сталкиваться с какой-то реальной угрозой для себя, а причем он ничего плохого не сделал. Я хорошо знаю этот рынок, и бывает, что у ребят начинает рвать голову на ровном месте. То есть мне хочется, чтобы была двухсторонняя ответственность. Не только профсоюз делает все для рабочих, но при этом еще профсоюз отвечает за своих людей, если ты понимаешь, чем я говорю. Ну, это ты говоришь, наверное, больше не профсоюз, а кооперативе. То есть как бы поставить... Кооператива – это слово из 90-х, у меня на него аллергия. Прости. Артель. Давай назовем это артелью. То есть это когда вы мастера, у вас есть общее представительство, которое заключает договора, и вы работаете через это общее представительство. Это так должно выглядеть. Но в том числе не только представительство отвечает за вас и перед вами, но, соответственно, и вы отвечаете перед ним, что вы будете выдерживать эти условия договора, на которых вы все собрались и договорились. Они пробовали за счет вот этой силы принуждать уже работодателей подписывать более сложные, невыгодные для него договоры. Не было такого факта. В настоящий момент у нас довольно много специалистов, потому что в Петербурге очень много учебных центров работает, очень много людей давно трудятся в этой сфере, очень много людей они научили. То есть у нас всегда, когда происходит какой-то конфликт с работодателем, находят других специалистов. Я даже знаю нескольких заказчиков, которые устраивают такие собачьи мини-тендеры. То есть из серии он знает 10 коллективов, он каждому позвонил, нашел самую дешевую цену, просто потому что вот у этих ребят уже месяц нет работы, они сейчас все что угодно возьмут. Звонит тебе как специалисту, я говорю, я нашел за десятку. Ну не хочешь, не надо. Это старые игры, когда еще говорят, что вот, ну почему вы хотите 15 тысяч, у нас же были там дядя Витя с дядей Колей, вот такие мужики работали за 3000. Я говорю, а где они? Ой, я не знаю. Ну так если есть дядя Витя, дядя Коля, звони им. Я помню, как я делал, когда искал наемных, я поискал тех, кто подешевле, позвонил, они мне дали там, да, готово. Я говорю, ладно, я подумаю. И начинаю звонить одному, второму, третьему, четвертому. Вот мне предлагают. Из тех, кто получше. И вот примерно, когда знаешь, в каком направлении кто получше, я не буду согласиться. Хотя те были вот дядя Витя с дядей Колей, которые там могли все сломать, выгонить, оборудование дорогое там сломать и так далее. Ну, я-то говорю с точки зрения, как бы вот тех, кто хочет сэкономить. Я понимаю это, да. Знаешь, я часто сталкивался, особенно на хороших проектах, с таким, что нас выбирали, потому что наша цена была средняя. Кому-то позвонили, они, к сожалению, в плохой ситуации. Они готовы на все, слишком дешево. Кому-то позвонили, люди не знают эту работу и накидывают денег. Ну, из серии, что я выйду, что-нибудь поделаю, разберусь. А так как мы уже занимались, нам говорят, ну да, все понятно. Несколько вопросов. Да, понятно, мы эту работу уже делали. Мы уже можем как бы, ну, выдержать те сроки, которые есть в договоре. Вот скажи, пожалуйста, вот у тебя 15 лет опыта работы. Да, с 2004 года, с 1 сентября. Какие есть перспективы развития, вот создания некой, либо вот этой артели, либо профсоюза, да? Это, раньше же, я так понимаю, сначала были какие-то социальные гарантии, остались с Советского Союза, потом они совсем, нет, не так я не прав. Нет, к сожалению, не так. Социальных гарантий не было. То есть, как ты говоришь, люди, были высотные кооперативы, люди объединялись, делали работу, зарабатывали хорошие деньги, тупо, потому что в этой сфере было очень мало специалистов. Но опять же, ты это все вырежи из железа, ты это все сшей, и ты на этом всем научись еще работать. Вот, а сейчас, как бы, любое снаряжение можно купить, очень много людей, и, ну, все старики говорят, что да, сфера загибается, но опять же, если ты давно работаешь, ты уже много что умеешь делать, и ты уже знаешь, в чем ты хорош, поэтому работу можно найти. Это высокий, ну, опять же, высокая конкуренция, она как бы, ну, порождает какое-то развитие. Но когда уже начинаются вот эти вот торги собачьи, это, честно говоря, не особо нравится. Вот есть перспективы развития? Перспективы, за которыми ты говоришь. Я думаю, что перспективы развития есть, хотя бы для того, чтобы просто объединить людей. Элементарный пример. У меня товарищ, в результате несчастного случая, упал где-то порядка 25 метров. Очень высокая высота. Ну, это для него очень плохо закончилось, но как себя повели коллеги? Все мы, вот, ну, мы друг друга знали. Все приехали, кто-то привез деньги. В основном люди приехали сдавать кровь. Даже если у тебя не та группа, то по замене можно. У нас даже был один парень, у него была очень редкая группа крови, и когда приезжает он, за нее обычно больше дают на замену. Вот, и еще один был точно такой же случай. То есть приехали все, кто его знали. Плюс я кого-то из друзей попросил, кто-то еще своих друзей позвал. И середа, я этого парня знаю, с ним беда, он сам ничего плохого не сделал. Просто так получилось. Вот, а профсоюз просто поможет объединить людей, чтобы в случае любого несчастного случая, вот этих товарищей было больше. Именно для взаимопомощи. Кроме того, объединение принесет всем пользу по той простой причине, что можно разработать единый стандарт. Чтобы люди не покупали удостоверение по интернету. Мне недавно просто пришла рассылка из серии там, сдать экзамен по скайпу, там, пришли нам 5000, мы тебе пришлем удостоверение. Ну, чтобы этого не было, чтобы была единая система обучения. И хотя бы в рамках этого профсоюза у всех были одни и те же удостоверения. Все прошли одно и то же обучение. Говорили на одном языке. то, что ты говоришь, это, наверное, все-таки больше вот ассоциация, да, вот именно ассоциация, потому что вы это создаете для того, чтобы помочь друг другу. Именно для того, чтобы каждый из вас знал, что если завтра с ним что-то случится, у него будет хоть какая-то поддержка. Потому что так вы сейчас, грубо говоря, каждый сам по себе. Работодателю вы не нужны, государству не нужны, вы можете только помочь друг другу. Да, совершенно верно. Но так как у нас изначально это все формировалось на негосударственной основе, у нас и получается все так, что каждый сам за себя. Чья это идея была? Чья идея создать ассоциацию, или по-всорицу, сколько ты называешь? Эта идея витает в воздухе еще с того момента, как я первый раз на веревке вылез. То есть были какие-то тематические ресурсы, где прям отдельная ветка была именно об объединении. Я даже на них был на паре встреч, туда приехало очень много старых промальпинистов, они все очень сильно выпили. То есть, ну, все-таки это были разговоры. Что будет сейчас, я пока не знаю, но в любом случае это движение вперед. Надежда есть? Да, конечно, есть. Какая статистика реальная по падению? Вот если взять, в Санкт-Петербурге работаешь в последнее время, как я понимаю? Ну, последний год работаю в Петербурге, до этого два года работал, ну, там были мировые гастроли, скажем так. Ну, вот в Петербурге какие реальные? Ну, в Петербурге из того, что я слышал от представителей институтов промышленной безопасности, ну, от специалистов, которые работают в сфере охраны труда, что, ну, порядка, наверное, 100 случаев за год. Это не 100 летальных случаев, а просто 100 случаев. Порядка 100 случаев падения с высоты. И если говорить про сферу промышленного альпинизма, есть очень важный термин безопорное пространство. То есть, грубо говоря, твои ноги не касаются земли. Но они же не считают это все отдельно. Опорное пространство, использование автовышек, использование лесов. Они просто считают, что вот в среднем, ну, порядка 100 человек за год в Петербурге падают с высоты с той или иной степенью тяжести. Это то, что касается именно промышленной. Не просто люди там... Нет, не то, что там человек шел там за пивком по акции, поскользнулся и упал с лестницы. С седьмого этажа. У меня, кстати, была такая история еще, наверное, в году 2007-м. Я вешал водовосточные трубы. А я очень не люблю жилой фонд, потому что вроде я местный, но как-то у нас очень много веселых-веселых людей, которые тоже вот, ну, демонстрируют. Это наше петербургское радушие. То есть я вешаю трубу, открывается форточка, вылезает пьяный мужик и говорит, парень, тебе надо помочь, выпей со мной. Говорит, я не могу сейчас с тобой выпить, я сейчас работаю. Видишь, у меня перфоратор в руках. Как я с тобой выпью? Хорошо, тогда я тебе помогу. И он пытается мне эту трубу водовосточную придержать. Дальше выбегает его жена, хватает его за семейные трусы, вот так вот держит на резинке, как вы знаете, когда собака пытается укусить, и там хозяин сдерживает. Я говорю, ребята, ребята, пожалуйста, закройте окно, все хорошо, я сейчас все закончу, я приду к вам выпью, закушу. Пожалуйста, не надо. Нет, ну, парень, ну мы же ведь, ты же, ну, поэтому да, бывает. Всякое, всякое веселье на веревках. Ну, было же то, что там у ребят даже резали веревки. Даже такое случалось? Ну, у меня у подруги было, что ей бабушка пыталась ножницами обрезать веревку, сломала ножницы, сидела, плакала. Это было очень давно. Ну, сейчас как-то, ну, в городе стало поспокойнее. А в 90-е, да, у нас было очень много пассионариев, которые жгли. Что, вот так вот? Люди не понимали, зачем? То есть, видят веревку, надо обрезать? Там был психически больной человек. Она думала, что за ней следят, что это как бы... Это ЦРУ прислали своих агентов. Ну, у нас еще ребята, некоторые любят работать в камуфляже. Ну, я не знаю, но может, они после армии только. Еще любят вот в этих вот черных балаклавах. Ну, еще много ребят страйкболом занимаются. Ну, такая у нас мода была, но в принципе, если человек спускается в камуфляже, в черной маске, он не может вызвать никаких хороших эмоций. Да, посоветую, видимо, альпинистам промышленным не заниматься этим в военной форме. Надо сказать людям в камуфляже то, что мы их на самом деле видим. Да, ну, на этой позитивной ноте и закончим. Да. Дмитрий, большое спасибо. Это была очень познавательная беседа. Спасибо, что позвали. Занимайтесь самоорганизацией. Кроме вас, вам никто не поможет. Дмитрий, большое спасибо. Продолжение следует...